Как зарабатывают на безработных и что такое агентство анонимных трудоголиков? В нашем следующем сюжете. Мы нашли в интернете объявление, что требуется вакансия водитель, вахтовый метод, 15 через 15, зарплата 1500, предоставляется общежитие и номер телефона. Муж сразу позвонил, поэтому на телефон молодой человек ответил, что можете приезжать и взять все документы. Мимо такого объявления наш, так сказать, мастер широкого профиля просто пройти не смог. Приехал за работой мечты из Бреста в столицу, а это ни много ни мало 350 километров. В агентстве с безработного мужчины взяли деньги 120 рублей и авансом выдали горячее обещание в течение недели осчастливить рабочим местом. Фирма «Аутсорс Партнер». Молодой человек так расписывал все это, что, мол, типа, да у нас, да у нас никто не увольняется, да у нас только за пьянку увольняется, да у нас такая работа, да вы не пожалеете, да у нас. Сразу это насторожило, что значит у нас, если вы вообще кадровое агентство. И заключил договор, сказал, что ждите 10 дней, 15 дней, в течение 15 дней вам придет на электронную почту СМС с адресами, куда нужно будет подъехать. Мы вообще думали, что он человек по приему на работу, то есть по предприятию, он так говорил, что у нас, у нас, у нас это и у нас. Когда муж сюда приехал и оказалось, что это уже кадровое, то есть он ему объяснил, все, вы завтра уже будете работать, все, платите 120 рублей, а оказывается, это уже потом мы поняли, что кадровое агентство. Вот только затем о клиенте благополучно позабыли. Впрочем, и это стандартная схема для любителей делать деньги на безработных. Как правило, агенты публикуют от имени организации объявление о вакансии со ссылкой на свой номер телефона, либо берут объявление из открытых источников. При этом заработную плату завышают в 2-3 раза. Дальше агенты убеждают позвонивших, что у них есть эксклюзивные вакансии и стоит только заключить договор, как вас тут же устроят на работу мечты. Как правило, многие выкладывают последние сбережения, а дальше наивным людям присылают вакансии, которые есть в интернете. Наши истории в агентстве анонимных трудоголиков не утруждали себя даже этим. Выслали три предприятия, я нашла телефоны в интернете, чтобы прежде позвонить, как туда добраться и вообще, что стоит ли что. Муж 9 часов начал звонить на предприятие, все три, на всех трех предприятиях не требовались водители, никаких вахтовых методов у них нету, и ни с какими кадровыми агентствами они не работают. То есть никакого резюме не отправлялось, и про него никто ничего не знает. Муж даже не поехал в эти предприятия, сразу пошел в кадровое агентство, чтобы расторгнуть этот договор. В договоре было написано, что расторгнутый договор имеет право в течение 14 дней. Во вторник было 14 дней, как кончает силу свой договор. На что молодой человек сказал, что вы просто не хотите работать. И выгнал его из кабинета, вот и все. Юристы предупреждают, прежде чем подписывать бумаги и вносить деньги, внимательно изучите договор. Чаще всего там указана информация, которая подтверждает трудоустраивать вас даже за деньги. Никто не собирается, ведь сами агентства называют себя не кадровыми, а всего лишь информационно-справочными. Так бизнес ушлых рекрутеров процветает. Я считаю, что это мошенники, и мне жалко очень тех людей, которые тоже туда идут. Любое агентство по трудоустройству в Беларуси может оценить свои услуги в ту сумму, которую посчитают нужным. Ограничений по стоимости или единого прескуранта нет, Минтруда их не устанавливала. Однако, обзвонив несколько фирм, мы выяснили ценник отдельной услуги по составлению и редактированию резюме. 25 рублей. Предоставление вакансий до 60 рублей. Супруг Людмилы за 120 рублей. Приобрел горький опыт. В данном случае, если исполнитель вводит потребителя в заблуждение в соответствии со статьей 38 Прим, потребитель имеет право отказаться от исполнения договора, заявить требование о возрасте уплаченных сумм, данные средства должны быть возвращены в течение 14 дней. В случае, если исполнитель не возвращает денежные средства в указанный срок, потребитель имеет право требовать неустойку в размере 1% от оплаченной услуги за каждый день просрочки. С 1 января 2017 года действует постановление Совета Министров от 22 октября 2016 года номер 855 о некоторых мерах по реализации закона Республики Беларусь о занятости населения Республики Беларусь. Два положения регулируют услуги по содействию в трудоустройстве. Чтобы оказывать эти услуги юридическим лицам и ИП, необходимо предоставить в Минтруда заявление о включении сведений в реестр агентств по трудоустройству и в течение 10 дней получить свидетельство установленной формы. Все процедуры бесплатны. Стали жертвой недобросовестного агентства? Ищите других пострадавших. Ведь немногие знают, что 10 одинаковых заявлений – это повод для органов заняться проверкой фирмы.